Борьба сил тьмы и света. Все произведения, которые вы знаете, все о борьбе сил тьмы и света. Все разговоры людей сведутся к этой же теме. Вот все, чего не коснитесь. Нажмите любой фильм. Включите любой канал по телевидению. Все будет говорить о этой борьбе. Тьмы и света. Вы знаете, это игра. Да, это игра и сложная игра. И, по-моему, в такое время сжатие, как сейчас происходит, это вообще ни для кого не новость. Но разве эта борьба для вас новость? Разве вы не сталкиваетесь с ней каждый день? Разве внутри вас не бушуют страсти? И всегда ли вы понимаете, что делаете? Это относится ко всем слоям населения, просто к каждому человеку. Я предлагаю здесь и сейчас всем открыть широко глаза и признать, что мы все мало понимаем суть происходящего. И поэтому тратится огромное количество животворящей человеческой энергии на планете на эту борьбу. Поднесите к своим глазам очень близко руку, положите ее на лоб, ну не на лоб, а вот так на глаза, на лоб и скажите, что вы видите? И вы скажете, ничего не вижу. Вы не скажете, что это рука. Вы просто знаете, что это рука. Вот так же все. Когда мы смотрим близко все, все вопросы, мы их не видим. И надо эту руку отодвинуть от глаз, чуть дальше, дальше. И чем дальше вы будете отодвигать руку, тем больше будете видеть свою руку. Больше понимать, что это ваша рука. У вас больше будет информации. Так и все вопросы. Их надо видеть с большого расстояния, тогда мы будем понимать более ясно, что происходит. Начнем с того, что все считают себя во всем правами и яростно отстаивают свою точку зрения. И обратите внимание, точку зрения. А если она, эта точка находится в ловушке эгоизма, то что вы видите? А если ваша точка зрения находится в недовольстве собой, то что вы видите? И если в ловушке недостаточности, ну как вы можете о каком-то изобилии мечтать, если вы в недостаточности? Просто никак. Это не может быть. И все бедные, и все несчастные. И это совершенно не видно самому человеку. И более того, каждый из нас старается показать себя либо с лучшей стороны, либо бунтует и создает себе проблемы. И что? На такую точку зрения надо равняться всему человечеству? Вопрос. Или считаться с нею? Вопрос. Я в своей жизни мало видела людей, за которыми можно пойти в завтрашний день без сожаления о содеянном. Наши трехмерное ограниченное восприятие мира не позволяет нам создать световое тело. И поэтому мы рано умираем. У нас разрыв с нашей многомерной частью нас. Ну, конечно, нам в этом помогали. Конечно, всячески, любые темы, секс, порнография, курева, алкоголь, путешествия, безобидные кинокомедии всевозможные, тысячи и миллионы создаются. Для чего? Для того, чтобы вы не занимались собой. Чтобы у вас продолжал быть этот разрыв с вашей многомерной частью. Чтобы вы даже не думали об этом, что у вас есть высшая ваша природа. Ну, вот пора всем миром землян успокоиться в своем ложном величии. Пора успокоиться со своей точкой зрения. Она в любом случае недостаточно, потому что мы имеем маленький срок жизни. И наша память не сохраняется с прошлых жизней. Ну, как на флешку, допустим. Мы все начинаем свой жизненный опыт настоящей реинкарнации практически с нуля. У нас у всех память прерывна. Тогда, как у более развитых существ в галактике, самый серьезный вопрос жизни в тысячу лет и больше сохранения памяти. Прежде чем уйти, они всегда сохраняют всю информацию. Чтобы следующую свою жизнь начать или игру начать с уже готовой информации. Ну, вот представьте, как они живут и как мы. И, уважаемые, будем дальше умничать? Вопрос. Предлагаю рассуждать вместе. Очень много человеческого ресурса тратится на доказательства очевидных вещей. И это всевозможные артефакты, всевозможные свидетельства, показания в судах. Борьба за справедливость идет просто, ну, можно сказать, разрушающая. Ну, нашли артефакты. Ну, доказали. Да, была Лемурия. Да, планета наша гораздо древнее. И на ней были всякие разные, проживали цивилизации. И все, как всегда, из-за наших ограничений терпит крах. Но не в этот раз. Мы, почему так происходит, да? Потому что мы рассуждаем, этого не может быть, потому что быть не может. И теперь мы снова тратим свой высокий настрой, оптимистический, на недовольство. Мы все жертвы наших недовольств, обид и всевозможных уличений. Жертвы суда. Вот так мы любим осудить кого-то. Так мы любим кого-то в чем-то уличить. Так мы любим что-то доказать, вот свое что-то. И если я прав, из-за чего это все? Если я прав, то кто-то обязательно виноват. Да все виноваты. Все. Вот знаете, вот я это говорю, и мне неинтересно. Вот неинтересно. Да это так, к слову. Чтобы понятно было. Это было предисловие. А слово таково. Где мы все живем? Да, на планете Земля. И что мы здесь с вами делаем? Вопрос. Мы живем. И еще. Вопрос. Что еще? Мы получаем опыт. Какой опыт вы пришли сюда получать? Вопрос. Это просто. Опыт разделения. Все ваши жизни. Кто верит в реинкарнацию или всю вашу жизнь, если вы не верите в реинкарнацию, вы получали этот опыт разделения. Он не хорош. Он не плох. Он просто опыт. И именно за этим опытом вы пришли очень давно сюда, чтобы его получить. И его же мы и ненавидим теперь этот опыт. Но за что? Вы играли здесь по-настоящему. В игру на собственной шкуре. А теперь вы же себя и ненавидите и эту ненависть распространяете в пространстве. И можно добавить, что мы все неблагодарны сами себе. Мы вообще не умеем себя благодарить. Мы не умеем себя одобрять. Мы не умеем изменять волну недовольства на волну благополучия. И это правда. Это то, что мы не желаем признать. И продолжаем жить, умножая свои недовольства в геометрической прогрессии. Вы скажете, что кто-то виноват и что вас обманули. И что я могу, когда они такие сильные, когда у них столько денег. Ничего подобного. Все начинается с того, что мы не верим в себя и не используем свою свободную волю. Соглашаемся с контролем над нами и соглашаемся с превосходством над нами. Просто откройте широко глаза. Очень широко откройте. И просите, чтобы к вам пришла помощь от вашей высшей природы. Просите наладить связь с высшими мирами. Это не сложно. Просто просите. Просите. Вернемся к тому, что мы с вами все знали, что на планете сценарий разделения. То, что мы сами всегда выбирали, что нам нужно. Мы сами желали жить в подчинении и насилии. И умничать здесь ни к чему. Мы сами желали жить в подчинении и насилии. Мы проиграли. И это надо признать. Мы в итоге не живем так, как хотели бы жить. Что всем в своем населении неудобно, некомфортно. Что всем сейчас это странно слышать? Или это новость для вас? Думаю, нет. В чем же гвоздь? В том, что вы всерьез воспринимаете свой выигрыш или проигрыш. И очень часто, что ваш выигрыш оказывается вашим проигрышем. А ваш проигрыш в итоге станет вашей победой. Если я рассматриваю всю земную голографическую игру как опыт, и я, внимание, благодарю и планету, и всех игроков, и себя за то, что я смогла пройти эти испытания, и признаю, что это было удивительное путешествие на планету Земля в трехмерный мир, то я становлюсь автоматически победителем. Потому что я поняла. Поняла, что это не последняя моя возможность. Потому что я поняла, что создатели игры могут мне предложить другой участие в другой игре. Только потому, что я поняла и проснулась. Только потому, что я желаю использовать свой божественный потенциал. И желаю быть собой. Потому что я объединила и тьму, и свет. Только потому, что одно без другого не существует в мире 3D. Я благодарю и тьму, и свет. Только поэтому мне предоставят игровую площадку с более сложными правилами игры. 4, 5, 6 и так далее. Площадки. Только потому, что я благодарю и тьму, и свет. Я благодарю луну и ее отражение в воде. И солнце, и его притяжение огонь. Это во мне есть черная дыра и квазар, как в космосе. Это я могу держаться в балансе между ними, направляя заряд квазара в центр планеты, в ее кристалл. Когда ядро и кристалл способны светить, и на этой энергии будет возноситься планета, выше свои пространства, где мир и изобилие, или ваш дом, откуда вы прибыли сюда, на планету. Я тот, кто любит свой корабль. Я тот, кто любит всех, кто желает плыть на своем корабле. Я тот, кто и помнит все, и забыл все. Я тот, кто любит свое путешествие, таким, каким бы оно ни было. Я тот, кто желает золотой середины или горы миру. Я тот, кто видит вас сияющими божественными существами света. Кому не нравится слово божественное, могу сказать, я тот, кто видит вас сияющими существами света. Перебирая листочки Библии, Корана, Кабалы, вы отыщите в итоге то, что называется вашей жизнью. Рано или поздно это все равно произойдет. Это все вопросы времени. А у вас есть сейчас такая возможность вознесения. Представляете? Сейчас, вот так, запросто, поверить в свое могущество. Отказаться от старой игры и начать новую, более интересную. Новую. Вы боитесь? Вот куда она вас тут заведет? Да никуда я вас не зову. И ничего вам не обещаю. Нам всем уже миллионы лет. Все всегда обещают. И ничего не дают все хуже и хуже. И поэтому вы все стали управляемы. И мы все стали управляемы. И желаем по привычке насилия. Не соглашайтесь со мной. Пожалуйста. Да? Насилие на планете стало нормой. Насилие кругом. Насилие на всех уровнях социального проживания. От верхов до низов. И теперь мы снова пассивные созерцатели. Как же всем интересно будет. Что будет в Сирии с ее жителями? Ну что вот будет? И так понятно. Они миллионами умирают. И это истина. Ничего нового. Очередное насилие. И это уже вообще человеческая привычка. Что? И теперь снова будем дружно ненавидеть? Это тоже привычка ненавидеть. Одну из сторон. Да, иллюминаты. Да, кабала. Да, еще раз. Да, но они не мои враги. Мой враг внутри меня. Это скрытый враг. С кем мне пришлось столкнуться. И с ним мне пришлось сражаться. И я победила. Только одним методом его. Поблагодарила его за верную службу. И полюбила, как самое дорогое, что у меня было. И только после этого поняла. Кто я и где живу. И могу снова играть на новых, более достойных площадках. Я благодарю всех врагов. Как написано в Библии. Ничего нового. Вы же все ее читаете. Возлюби врага своего, как самого себя. Я и ты не согласен умереть в спящем состоянии. Как тебе навязывали. Как тебе навязывали. То пробудись и скажи, что ты желаешь. Сначала пробудись. Потом полюби себя. И только потом скажи, чего ты хочешь. Важно понять, что война идет на всех уровнях. Враг внутри тебя. Если не победишь его, то он тебя убьет. Но не по наружку. Как в компьютерной игре. А всерьез. В мире 3D самые изощренные способы. Всем принять методы, чтобы усыплять твою бдительность. Дорогие, я только предлагаю понять, что мы живем в мире войн. И они везде. И как всем известно, их задача убивать целые народы. И это для тебя не секрет. А то, что от тебя усиленно скрывают представители власти на планете, это то, что войны... Что войны нет в одном месте, в твоем открытом сердце. Что войны нет только в одном месте, в твоем открытом сердце. И пуля туда не проникает. Она попадает минимум в твое тело. Но душа остается любящей и вечной. И будешь ты жить в свете, а не в нижних мирах. Как думаешь, стоит сейчас проснуться, чтобы бороться за свою душу, со своим скрытым врагом? Все, что в мире разделения, уже с 2012 года сворачивается в эволюционном плане развития. Потому что объединился весь космос любящими сердцами по эволюционной программе космического развития Вселенной. И осталось тебе понять, какой опыт ты получил здесь, на планете. И что он тебе дал. А пока все наблюдайте. Уже можно говорить о Вознесении. Сначала людей, а затем и планеты. И уже можно никому и ни с кем не спорить. Все правы. Если вы желаете спать, ваше сознание спит, и вы постоянно обманываете себя. И это ваше право. Если вы желаете просыпаться, то скажу вам с добрым утром. Вот она, ваша прекрасная жизнь. И она полна всего, о чем вы даже и не мечтали. Хоть живите в любви и радости. Живите так сейчас. Пусть прошлые эпохи рыб отпустят вас. И новая жизнь будет удивительным путешествием в мир изобилия и свершений. Тьма и свет, ваши союзники, они составляли вам полярности тысячелетия. Тьма и свет одно. Они могут быть для тебя просто сутки. Вот тьма и свет просто сутки. Так используем же эти сутки в своих высших целях, доброжелательности и принятия. Сегодня все умалчивают о том, что творится действительно на планете Земля. Потому что невыгодно, чтобы вы пробудились. Потому что не желают, чтобы вы вознеслись. Потому что это делается сознательно. И те, кто сегодня говорят об этом, поверьте, на них очень многое идет негативного в ответку. С вами в переходе.